шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы на со самой длинной в торе мне содержится на первый взгляд коллекция совершенно не связанных между собой тем во-первых речь идет о левитах чья задача заключалась в переносе храма скини затем после двух законов об удалении нечистых людей из лагеря и о возмещении ущерба речь заходит о женщине подозреваемой в измене мужу далее следует закон назира человека добровольно взявшего на себя временные ограничения в том числе отказ от вина стрижки и осквернение себя контактом с мертвым телом после этого дорогие друзья идет казалось бы без какой-либо логики одна из самых древних молитв в мире затем следует рассказ о дарах принесенных главами каждого колена на освящении храм он повторяется 12 раз так как каждый из них принес одинаковое подношение почему же тара тратит так много времени на описание события которое можно было бы изложить гораздо гораздо короче давайте попробуем разобраться начнем мы с вами с того что слово на со которое используется в качестве название этой недельной главы является глаголом широким и необычным диапазоном значений например поднимать нести или прощать однако здесь и кое-где в период скитаний по пустыне это слово используется вместе с фразой это рож что означает считать каждый из нас создан по образу бога поэтому каждый из нас обладает бесконечной ценностью дорогие друзья никто не может заменить другого человека это понятие вполне может быть единственным наиболее важным следствием монотеизма найдя всевышнего единственного и неповторимого наши предки открыли человеческую индивидуальность также единственную и неповторимую большинство людей дорогие друзья друзья рассматривалась как часть массы армия рабочая сила или группа рабов важным было их количество они отдельная жизнь каждого из них длинный рассказ о дарах принцев двенадцати колен указывает на то что каждый из них считается достаточно важным чтобы заложить свое место в торе люди могут делать разрушительные вещи если их ущемлять или не давать им должной роли и признание и снова случай с корохом и его союзниками является тому подтверждение давая левицким семьям и главам колен место в торе бог говорит нам о том как важно сохранять гармонию нации почитая каждого случае с назиром в котором в смысл некотором смысле является наиболее интересным процедура назерута это своеобразный курс лечения от тяги к излишествам распущенности и эгоцентризм если по окончании срока своего обета человек видит себя так же как видят его окружающие то есть таким как он есть значит его назерут завершён цель воздержания и ограничений была достигнута его виде введение самого себя и он реальный слились и полностью совпали связующая тема всех событий в нашей главе это шалом мир или особые усилия по сохранению или восстановлению мира в себе и между людьми шалом взята от корня слова шалем что означает быть целостным умом телом или состоянии она говорит о завершенности полноте или такой цельности которая пробуждает отдавать щедро воздавать каким-то образом истинный шалом относится к внутреннему состоянию полноты и ценности хотя этим словом можно подразумевать отсутствие войны большинство упоминаний в торе этого слова относится к внутренней полноте и спокойствия давайте рассмотрим например несколько общих мест в торе в котором говорится о мире скажи арону и сыновам сынам его так благословляйте сынов израилевых говоря им да благословить тебя господь и сохранит тебя до презрит на тебе господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит всевышний лицо свое на тебя и даст тебе мир бамид бар 6 23 26 контекст благословления арона ироничен господь сказал арона благословить израиль миром в то же время как они уже были готовы идти завоевывать обетованную землю если мир означает отсутствие войны тогда это благословение не имеет смысла так как вскоре они будут разрушать города господь имел в виду внутренний мир и полноту которые приходят в результате божественного содействия и защиты особенно сегодня дорогие друзья нам следует искать этот шалом и бороться за него иметь внутренний покой который исходит от присутствия в нас всевышнего несмотря на внешние обстоятельства этого я нам всем и желаю браха вас лоха будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан и и и и